Молитва. Глава пятая. Подготовка к молитве. Подзаголовок второй. Омовение рук. Перед молитвой человек должен очистить свое тело, поэтому прежде чем приступить к молитве, нам заповедано совершать омовение рук. Однако закон разграничивает ситуацию, когда человек знает, что его руки нечисты, и ситуацию, когда ему это неизвестно, и он просто хочет их омыть. Если человек знает, что его руки нечисты, например, если он был в туалете или касался тех мест своего тела, которые обычно прикрыты одеждой и нечисты от выделившегося пота, то он обязан омыть руки перед молитвой. По мнению многих авторитетов, он должен произнести благословение на омовение рук не только перед утренней, но и перед послеполуденной и вечерней молитвами. Так считают Рамбам, Рош и Виленский Гаон. Однако на практике благословение на омовение рук произносят только перед утренней молитвой, потому что, проснувшись утром после ночного сна, человек становится как бы сотворенным заново, а на омовение рук перед послеполуденной и вечерней молитвами благословение не произносит даже тот, чьи руки были нечисты. Так или иначе, по мнениям всех авторитетов, если перед молитвой руки человека нечисты, то он обязан их омыть. Изначально, Леотхила, следует омыть их с помощью сосуда, полив водой всю кисть. Но если у человека нет сосуда, то он может просто вымыть руки. Если же поблизости нет воды, а руки у человека нечисты, то ему следует пройти расстояние до одной мили 912 метров, чтобы совершить омовение рук перед молитвой. Но если из-за этого человек пропустит время молитвы или молитву в Миньяне, то ему следует вместо омовения потереть руки о песок или о свою одежду, чтобы устранить с них нечистоту, и тогда он может молиться. Законоучитель расходится во мнениях относительно того, должен ли человек омывать руки перед молитвой, если он не знает, чисты ли его руки, так как не помнит, касался ли он мест своего тела, несущих в себе нечистоту. Поэтому, если поблизости есть вода, то ему следует омыть руки. Но если нет воды, он не должен омывать руки. В таком случае ему следует положиться на мнение тех авторитетов, которые считают, что в обычном состоянии руки не требуют омовения перед молитвой. Но на всякий случай пусть потрет руки об одежду. Смотри, Шульхана Рух 92, 5, 233, 2, Мишнабрура 92, 26 и Биюр Аллаха со слова Ве Им. Если человек посетил дома туалет и помыл руки, после чего следил за тем, чтобы не касаться мест своего тела, несущих в себе нечистоту, и пошел в синагогу на молитву, то он не должен снова омывать руки перед молитвой. Подобно тому, если человек зашел в синагогу, чтобы поучить Тору и помолиться, и омыл руки, прежде чем приступить к учению, а потом следил за тем, чтобы не касаться мест своего тела, несущих в себе нечистоту, то ему не нужно вновь омывать руки перед молитвой. Продолжение следует...